Приветствую всех, с вами Алексей Шредер И сегодня поговорим в ролике о двух самых вредоносных, на мой взгляд, диетах для здоровья человека Частенько люди допускают ошибки Почитал что-то здесь, почитал что-то там Какой-то идиотский советчик посоветовал что-то не то Или человек просчитал правильную информацию, но понял не так, как нужно В результате допускает серьезные ошибки, приводящие к серьезным последствиям для здоровья А человек всего-то и хочет, что мышечная масса набрать Или уменьшить свой процент жира и избавиться от живота В общем, видео в основном направлено к тому, чтобы образумить любителей Но, как я понял, многие так называемые гуру тоже любят допускать серьезные ошибки Итак, первая диета направлена на жиросжигание, она очень опасная для здоровья Вторая на массонабор так называемый Под которым часто хотят подразумевать набор мышечной массы Но там набирается все подряд С такой-то идиотской диетой В общем, что самое важное многие считают при жиросжигании Это дефицит килокалорий И мир сошелся клином на этих килокалориях Начинаются все диеты с расчета килокалорий Сколько же там дефицита И мол, это самое важное, да это самое идиотское во всем этом, друзья Я серьезно говорю Начинается следующее Я трачу две тысячи килокалорий за сутки Буду потреблять тысячу пятьсот Как бы не сильно важно что Какая разница Главное дефицит Пятьсот калорий дефицита за сутки Я худею С математической точки зрения действительно поспорить очень сложно Человек будет худеть Но вместе с худеющим животом прохудится здоровье этого человека Причем очень серьезно прохудится Почему? Да все просто Потому что организм это очень сложная система органов взаимодействующих друг с другом И организму нужны определенные вещества, а не килокалории Эти вещества, да, составляют из себя, ну некоторые, не все, килокалории Но рассчитывать нужно именно не килокалории, а необходимость организма в этих веществах Что это за вещества? Я надеюсь многие понимают что за вещества Витамины, микроэлементы, макроэлементы, какие там дубильные вещества Есть что-то еще, ферменты, которые содержатся в продуктах Ну это по мелочи уже, в основном микроэлементы, макроэлементы, витамины БЖУ, белки, жиры, углеводы Причем не просто какое-то количество и все А нужно учитывать качество продуктов Да ладно, даже не качество продуктов, это особое Качество белков, жиров, углеводов Допустим, какие должны быть белки? В основном богатого аминокислотного профиля животного происхождения В основном, причем нужно изучать какие аминокислоты самые необходимые для человека И в каких продуктах их больше содержится Белки качественного аминокислотного профиля Жиры, жиры бывают в основном полиненасыщенные, там, молно-ненасыщенные Ну я разберу полиненасыщенные и полиненасыщенные Полиненасыщенные омега-3, омега-6 более полезны Их процентов 75 от общего количества жиров Эту пропорцию примерно нужно учитывать Нужно разбираться в каких процентных соотношениях, в каких продуктах содержатся эти жиры Для того, чтобы потреблять в необходимом суточном количестве Но нужны не только полиненасыщенные жиры, но и так называемые вредные жиры Полинасыщенные, их должно быть где-то там примерно 25% от количества жиров за сутки Они тоже важны, они участвуют в формировании мембран клеток организма В синтезе гормонов и так далее Тоже нужны, пропорцию нужно соблюдать Хотя бы приблизительно Углеводы, но не просто там 300 грамм углеводов за сутки и все, я 300 грамм сахара съем Нет, господа Глюкозы там быстрых углеводов должно быть буквально там немного по норме Я не знаю, 50 грамм допустим для питания мозга в основном Но в большем количестве должны быть медленные так называемые углеводы С невысоким гликемическим индексом Для того, чтобы поставлять энергию медленно организму Человек чувствует себя энергообеспеченным, при этом он не переедает лишнего, не захламляет пищеварительный тракт В общем А еще из углеводов супер медленные обязательно Это клетчатка Потому что клетчатка в кишечнике любит слепать к себе различные шлаки и выводить их, сами знаете как В общем клетчатка очень важна Вот все вот это очень важно А люди говорят следующее, я буду кушать 1500, трачу 2000 и я буду худеть А что я буду кушать, это же не важно Ведь главное это математика И начинается, ну хорошо, я могу съесть за сутки 3 сникерса на завтрак, обед и на ужин По 500 килокалорий каждый, итого 1500 И в итоге будет серьезнейшее вред для здоровья, поскольку в этих гребаных сникерсах, кроме извините, ну практически, кроме всякого говна, ничего не содержится Или одними булочками И господа, я вам скажу следующее При диетах на жиросжигание, там строгий учет БЖУ, как бы и так еды не хватает Вы даже половину еды, половину норм калорий не имеете права съедать шлаком, булочками Даже половину не имеете права Если вы, конечно, не враг своему здоровью В общем, нужно учитывать медицинские нормы БЖУ Если вы пытаетесь жиросжигаться, находите свою возрастную категорию Там активный, вы неактивный человек Рассчитываете, там даже в таблицах прямо написано на килограмм веса тела, сколько нужно Вы знаете свой вес тела Если ваше тело содержит более 15% жира То вы примерно пересчитаете на 15% жира А все остальное, это лишние килограммы На них БЖУ не рассчитываете, медицинскую норму Если для женщины, то это где-то под 23% нужно подводить у мужчины Под 15% Но это все приблизительно И для того, чтобы качественно жиросжигаться Вы берите белки для активного человека вашей возрастной группы На килограмм веса тела Жиры для неактивного Углеводы для неактивного А на самом деле будьте активным В итоге по жирам у вас будет минимум По белкам будет достаток По углеводам у вас будет минимум Надеюсь, вы поняли, как я объяснил Вы активны, вы занимаетесь фитнесом Но жиры и углеводы у вас как будто вы неактивны В итоге вы будете худеть и организму вреда не будет Вот такая жиросжигающая диета Любые диеты, какие бы вы ни составляли жиросжигающие Должны акцентировать свое внимание на БЖУ, витаминах, микроэлементах Иначе вы серьезно навредите своему здоровью А потом будете рассказывать всем сказки О том, что у вас генетические предрасположенности к болезням О том, что вы просто перенервничали и так далее О заболевании, просто море Которое вы можете поиметь в результате неправильной идиотской диеты Подсчета килокалорий У вас пострадает все Помимо внутренних органов Сердечно-сосудистой, пищеварительного тракта У вас пострадает все И зрение, и слух И качество кожи И качество волос, ногтей, костей, суставов и так далее Это очень серьезно вам может аукнуться Я надеюсь, вы поняли Теперь следующее, массонаборная диета О чем сейчас любят говорить Ты дрищ, там масса не растет Жри как можно больше Ты уже не хочешь, продолжай жрать Извините за выражение И человек частенько думает, я дрищ Люди говорят, это, наверное, правда Так много всех говорит О том, что надо жрать как можно больше Я переем, это не страшно Ведь я лишнее пропержу Я лишний раз схожу на очко Но здесь же ничего страшного нет А на самом деле здесь очень много всего страшного, друзья Начиная уже с психологической проблемы Когда вы эту жрачку запихиваете в рот А она вам не лезет И хорошо, что вы переедаете гречкой А если вы переедаете булочками Это вообще будет просто полный идиотизм Ну ладно, даже если вы гречкой переедаете Чем вам аукнется то, что вы переедаете, друзья Вы постоянно растягиваете желудок Желудок в перегрузе работает Некогда ему отдохнуть Даже когда вы ложитесь спать У вас кишечник забит постоянно Продуктами переработки И пердеж по нос Этого я даже не касаюсь В результате систематического переедания А, на массу жор Это не только жор чревоугодников Это то же самое Это Гипертония Это преждевременные инсульты Инфаркты Заболевания желудочно-кишечного тракта Там холестисцит Панкреатит Перегруз поджелудочный В результате чего может вызваться Сахарный диабет Это перегруз желудка В результате могут появиться Заболевания желудка Я вам уже говорил про то, что Болезни сердца в результате Систематического переедания Тоже наблюдаются у людей То есть вы целиком подвергаете Свой организм гиперстрессу В результате переедания Вы можете не испытывать никакого Психологического стресса Но в результате вот этого стресса Вы подводите свой организм К серьезным заболеваниям К серьезным проблемам К уменьшению качества Срока жизни И уменьшению ее качества Потому что вы будете болеть Будете более склонны к болезням И порой не будете понимать В чем же, елки-палки, дело И иммунитет ваш будет снижен В результате того, что ваша пищеварительная система Целиком, постоянно напряжена И когда кишечник, кстати, не очищается Постоянная жратва То это очень вредно Для микрофлоры кишечника Друзья Как рассчитывать массонаборные диеты Для простого человека Все очень просто Берете те же нормы Медицинские Добавляете к белку Медицинской нормы активного человека Процентов 10 Многие думают, что там чуть ли не 100% Надо, блядь, это бред Процентов 10 К норме активного человека На ваш вес тела Рассчитывайте по килограммам веса тела Жиры оставляете столько, сколько Медицинская норма Углеводы Норма для активного человека Если вы едите эти медленные углеводы По норме И чувствуете, что По аппетиту Вы хотите еще Тогда вы имеете право Потреблять еще Потому что Ну, значит у вас такой организм Но ни в коем случае Не сверх аппетита Нажираться и так далее В общем, друзья Медицинские нормы Расчет БЖУ Расчет витаминов Минеральных веществ Это все очень важно И Первая диета На жиросжигание очень вредна И вторая На маслонабор Когда жрешь Даже правильную еду Но пережираешь Я специально говорю Жрешь Жрешь А не потребляешь Потому что, блин Когда больше нормы Это, друзья, реально свинство И порой люди сами не понимают Какой вред они себе приносят И какими заболеваниями Это все чревато Я надеюсь, это видео было полезным Я надеюсь, что это предупреждение Было для многих полезным Если так, друзья Ставьте лайк И, как всегда Буду благодарен вашему донату С вами был Алексей Шредер Все Всем пока И не вредите своему здоровью Будьте грамотными фитнесистами Субтитры сделал DimaTorzok